Ваше Высокопреосвященство, Ваше Преосвященство, дорогие отцы, дорогие братья и сестры! Мы сегодня слышали в евангельском чтении из Евангелия от Луки о том, как Господь Иисус Христос проходил в одно селение, его, как обычно, окружала большая толпа, и один человек, который был начальник мытарей, то есть начальник сборщиков налогов, достаточно высокопоставленный человек, иудей, который работал на римскую власть, и который был маленького роста, очень хотел увидеть проходящего мимо Иисуса, но так как толпа загораживала ему Иисуса, то он залез на дерево для того, чтобы его увидеть. И вот Господь обратил свой взор на него и сказал, Закхей, поспеши слезть, потому что мне надлежит быть сегодня в твоем доме. Очень часто бывает так в жизни человека, что он пытается увидеть Иисуса, он пытается разглядеть его за спинами других людей, и ему кажется, что достаточно будет просто увидеть, как он проходит мимо. Но Господь наш Иисус Христос хочет, чтобы мы не просто на него взглянули, как он мимо нас проходит, а он хочет войти в наш дом, и он хочет войти в наше сердце. Когда-то великий ветхозаветный праведник Моисей, с которым Бог заключил завет, которому было суждено вывести народ израильский из земли пленения. Ему Господь сказал, увидеть меня для человека невозможно, но ты взойдешь на гору, и я проведу над тобою славу мою. И вот Моисей готовился к этому событию, он постился, потом он взошел на гору, гора эта вся дымилась от присутствия Божия, никому не позволялось даже близко к этой горе подойти. И, наконец, Бог явился Моисею, и он сказал, ты не можешь меня увидеть, но моя слава пройдет над тобою, и ты увидишь меня сзади. И вот слава Божия прошла над Моисеем, он увидел, как Господь проходит мимо него, и когда он сходил с горы, то лицо его так сияло, что люди не могли смотреть на него. Богу было угодно явиться нам в человеческом облике, не в своей ослепительной славе, которую невозможно выдержать ни человеческим очам, ни человеческому уму, ни человеческому сердцу. А он явился в смиренном облике обычного человека. Но явился не для того, чтобы пройти мимо нас, не для того, чтобы мы увидели его сзади, а для того, чтобы быть рядом с нами, для того, чтобы жить в наших жилищах и в наших сердцах. И мы приняли Господа в свое сердце. И наше сердце стало тем домом, в котором Господь Иисус Христос пребывает неизменно, если мы этого хотим. Когда мы причащаемся к святых христовых тайн, когда мы принимаем внутрь себя тело и кровь Христовы, то Господь вселяется в нас. Но мы помним, что Закхей не просто принял Господу, а он ответил Господу на его визит. Он сказал, полимения моего я раздам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо. И это была естественная реакция человека на присутствие Божие. Когда Господь к нам приходит, когда Господь в нас вселяется, то Он ожидает и от нас ответа, что мы не просто примем Его и продолжим жить дальше, так как будто слава Его не осеяла нас, как будто бы Он прошел мимо нас, и мы только увидели Его сзади. А Господь ожидает, что мы, ощущая Его присутствие внутри нас, будем жить так, как Он нам заповедовал. И если мы откликаемся на Его присутствие всем нашим сердцем, то мы не будем считать, сколько надо отдать половину имения или воздать вчетверо, а мы будем от всего сердца людям делать добро, будем делиться с ними сокровищами нашими, не только материальными, но и душевными и духовными. и будем дарить того Христа, который Сам Себя нам подарил, другим людям. Ибо Он вошел в наше сердце и вселился в нас не только для того, чтобы в нас жить, но и для того, чтобы мы открывали Его другим, для того, чтобы мы помогали людям находить Его, приходить к Нему и принимать Его у себя. Будем молиться Господу Иисусу Христу, чтобы Он всегда пребывал в нашем сердце и в нашей душе. Будем молиться Ему, чтобы Он помогал нам быть Его верными апостолами и помощниками в том деле, которое Он продолжает совершать на этой земле. И будем всей своей жизнью нести Христа окружающим нас людям. Я хотел бы сегодня сердечно приветствовать наших гостей, которые принимали участие в торжествах по случаю очередной годовщины, уже 11-й годовщины интронизации нашего Святейшего Патриарха, Преосвященного Архиепископа Синдайского Серафима из Японской Автономной Православной Церкви и Преосвященного Епископа Белогородского Сильвестра, который является ректором Киевской Духовной Академии Украинской Православной Церкви. Сегодня вместе с нами также молились студенты Киевской Духовной Академии и Семинарии, а некоторые из них и пели. В прошлом году вместе со Святейшим Патриархом Кириллом мы посещали город Страсбург, где освящали новопостроенный храм Русской Православной Церкви. И вот там за богослужением замечательно пел хор Киевской Духовной Академии. Те певцы, которые сегодня здесь исполняли песнопения, это малая часть того хора. Но вот нас настолько поразило пение студентов Киевской Духовной Академии, что мы вместе со Святейшим Патриархом Кириллом и всеми, кто собрались тогда на освящение этого храма, были под глубоким впечатлением. Я очень надеюсь на то, что хор Киевских Духовных Школ сможет в полном составе посетить Москву, выступить перед нашими слушателями, потому что это замечательный коллектив, который состоит не из профессионалов, а из студентов. Но они поют с душой, с сердцем, Бог наделил их и слухом, и голосом, а самое главное, пониманием того, что они поют и ради чего они поют. Русская Православная Церковь является церковью многонациональной и наднациональной. Эта церковь не только для русских, но и для украинцев, для белорусов, для японцев, для молдаван, для представителей разных национальностей. В японской земле, как мы знаем, православие появилось благодаря трудам святого равноапостольного Николая Японского. И вот уже прошло более 100 лет с его кончины, а японская Православная Церковь продолжает жить, развиваться, и многие ее верующие являются прямыми потомками тех, кто служил, тех, кого крестил святой равноапостольный Николай Японский. И свое служение японская Православная Церковь несет так, как это заповедал ей святитель Николай. Украинская Православная Церковь является неотъемлемой частью Единой Русской Церкви. Той самой Русской Церкви, которая родилась не в Москве, не в Санкт-Петербурге, а в Киеве, в водах Днепра, где князь Владимир крестил Русь. И с тех пор эта Единая Церковь вот уже более тысячи лет продолжает развиваться, открывая путь ко спасению тысячам людей. И наше церковное единство в последние годы подверглось тяжелым испытаниям. Но мы воспринимаем эти испытания с полным упованием и надеждой на милость Божию. Церковь всегда, во все эпохи проходила через испытания и трудности. И те испытания, которые выпали на долю старших поколений, они несравнимы с тем, которые выпадают сегодня на нашу долю. Потому что на протяжении семидесяти лет Церковь была гонимой, и многие отдали свои жизни за исповедание Христа. А сегодня от нас никто не отнимает жизни, сегодня от нас требуется твердое стояние за истину Христову и за нашу единую Церковь. А все остальное Господь нам даст. И все эти испытания пройдут. Я хотел бы всем нам пожелать помощи Божией. И вам, Владыка Серафим, и в вашем лице всей Японской Автономной Православной Церкви, и вам, Владыка Сильвестр, и в вашем лице всей Украинской Православной Церкви. И пусть Господь хранит всех нас на многое и благое лето. Редактор субтитров Корректор Продолжение следует...